Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В летнюю пору много разных сезонных овощей и в это время как раз хочется легких и нежирных салатов. В этом видео собрано 5 несложных приготовлений летних салатов. Первым приготовим овощной салат с мясом. Он несложный в приготовлении и может стать отличным летним ужином. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Три помидора среднего размера разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Каждую половинку помидора разрезаем еще на 3-4 части. 300 грамм запеченного куриного филе нарезаем кубиками. Также в салате можно использовать отварное или жареное куриное филе. Как вкусно запечь куриное филе смотрите по ссылке сверху на экране или в описании под видео. Один небольшой цукини или кабачок разрезаем вдоль и нарезаем полукружочками. Сильно тонко нарезать не нужно. На раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанные цукини. Немного их обжариваем с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Вместо цукини можно использовать кабачок. Обжаренные кусочки цукини перекладываем в тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. В миску кладем обжаренные цукини, нарезанное куриное филе, дольки свежих помидоров и нарезанный полукольцами лук. Салат солим по вкусу и перчим. Сюда же добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами. Горчицу зернами можно заменить обычной горчицей. Заправляем салат 1-2 столовыми ложками яблочного винного уксуса или лимонным соком и 1 столовой ложкой растительного масла. Все аккуратно перемешиваем. Еще больше разных овощных салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Салат подаем на большой тарелке или блюде. Сначала на тарелку по кругу кладем мытые листья салата. Сверху на листья салата выкладываем приготовленный салат. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с кабачком, филе и овощами получился очень вкусным. Салат легкий за счет овощей и одновременно сытный благодаря мясу. Такой салат отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Вторым приготовим легкий салат с секретным ингредиентом. Такой салат очень часто подают в арабских ресторанах. И готовится он очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Секретный ингредиент в этом салате это булгур. И сначала его нужно правильно и вкусно приготовить. Для салата понадобится полстакана булгура. Его хорошо несколько раз промываем водой. На разогретую сковороду кладем небольшой кусочек сливочного масла. Когда масло растопилось, высыпаем на сковороду промытый булгур. Постоянно перемешивая, обжариваем булгур на среднем огне примерно 2-3 минуты. Затем сюда же в сковороду наливаем стакан кипятка. Перемешиваем и накрываем крышкой. Убавляем огонь до минимума и готовим примерно 15 минут. Пока варится булгур, подготовим остальные ингредиенты. 250 грамм свежих огурцов нарезаем кубиками. Два сладких перца среднего размера тоже режем кубиками. 250 грамм помидоров разрезаем пополам. Вырезаем плодоножку и нарезаем крупными кубиками. Пол луковицы среднего размера нарезаем маленькими кубиками. Репчатый лук можно заменить зеленым луком. Мелко измельчаем пучок свежей петрушки. Также измельчаем пучок укропа. Булгур готов, снимаем его с огня и даем остыть. В миску высыпаем готовый и уже остывший булгур. Нарезанный перец, огурцы, помидоры, лук, укроп и петрушку. Салат солим по вкусу и перчим. В салат выдавливаем сок из половины лимона. Это примерно 3-4 столовых ложки. Салат заправляем примерно 3-4 столовыми ложками подсолнечного или оливкового масла. Все хорошо перемешиваем. Салат можно подавать сразу или дать настояться 20 минут. Салат с булгуром и овощами получился очень вкусным, сытным и необычным. Особенный вкус этому салату придает булгур. Третьим приготовим салат с помидорами и оригинальной заправкой. Салат готовится очень легко и всегда вас выручит, когда гости на пороге. Полкилограмма уже вымытых помидоров черри пересыпаем в чистый пакет и распределяем их так, чтобы они лежали в один слой. Берем стакан или кружку и дном раздавливаем все помидорчики черри, чтобы они лопнули. С двух веточек базилика обрываем листья и нарезаем их крупными кусками или можно порвать их руками. 200 грамм адыгейского сыра нарезаем небольшими кубиками. Вместо адыгейского сыра можно использовать брынзу, моцареллу или фету. На дно блюда, в котором будем подавать салат, на стол кладем нарезанные листья базилика. Затем выкладываем раздавленные помидоры черри. На помидоры кладем нарезанный кубиками сыр. И сверху салата выкладываем одну банку зеленых оливок без косточки. Теперь приготовим очень вкусную заправку для салата. В миску наливаем 1 чайную ложку соевого соуса. Добавляем примерно 3 чайной ложки соли. 1 столовую ложку меда. 2 столовые ложки лимонного сока. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. Перчим. И добавляем 4 столовых ложки оливкового масла. Заправку хорошо перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху. Украшаем салат листиками базилика и подаем на стол. Салат получился по-летнему свежим и легким, а оригинальная кисло-сладкая заправка придает этому салату неповторимый вкус и аромат. Обязательно приготовьте такой салат в сезон свежих помидоров. Четвертым приготовим легкий салат с тунцом и овощами. Салат готовится очень просто и быстро. Такой вариант салата точно пригодится, когда внезапно придут гости. Кроме того, что салат легкий, он еще и красивый. Его смело можно подавать и на праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим овощи. 2-3 огурца разрезаем пополам и нарезаем полукружочками. Примерно 150 г помидоров небольшого размера разрезаем на четвертинки. 2 вареных яйца разрезаем вдоль на 4 части. Складываем салат. На дно большой тарелки выкладываем огурцы. На огурцы кладем нарезанные яйца. Дальше выкладываем подготовленные дольки помидоров. Вилкой отламываем небольшие кусочки тунца и хаотично выкладываем в тарелку. Я использовала 160-граммовую баночку консервированного тунца. Еще больше разных легких салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовим заправку для салата. В мисочку насыпаем соль по вкусу. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока. И 2 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем примерно 1-2 минуты, пока вся соль не растворится в соусе. Салат сверху перчим черным молотым перцем. Все равномерно поливаем приготовленным соусом с помощью ложки. По желанию салат можно перемешать, но тогда он будет уже не такой красивый. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с тунцовыми овощами получился очень вкусным и легким. Готовится он просто, а на его приготовление не нужно много времени. Пятым приготовим салат с курицей и помидорами. В салате всего лишь 4 ингредиента, а на вкус он просто изумительный. И к тому же готовится оно очень легко. Сначала маринуем лук для салата. Одну луковицу нарезаем полукольцами. К нарезанному луку добавляем 1 столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки яблочного или столового уксуса. Все заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем мариноваться лук примерно на 15-20 минут, пока не остынет вода. 4 яйца разбиваем в миску. Яйца немного солим и перчим. Все перемешиваем венчиком до однородности. На раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла жарим 4 примерно одинаковых блинчика из замешанного омлета. Жарим недолго с двух сторон. Остывшие блинчики складываем по два и нарезаем брусочками. Отваренное куриное филе тоже нарезаем брусочками. 6 помидоров среднего размера разрезаем на 4 части. В каждой из четвертинок вырезаем семена для того, чтобы помидоры не пустили сок. Мякоть помидоров нарезаем полосками. В миску кладем нарезанное куриное филе, блинчики, помидоры и маринованный лук. Салат перчим. Заправляем 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с курицей и помидорами получился очень вкусным и сытным. Его можно приготовить как на праздничный стол, так и на каждый день. Обязательно его приготовьте, тем более готовится он очень легко. Если вам понравились такие рецепты летних салатов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!